С вами Леонид Лебедь, и сейчас мы будем с вами смотреть гениальнейшее расследование. Мое отношение к расследованиям вообще прекрасно. Только рад, когда люди действительно что-то расследуют, показывают максимальное количество фактов, делают так, что можно потом будет взять человека, отвезти за шкирку в суд и доказать его полностью виновность или коррумпированность. Но по факту, если мы рассматриваем именно расследование команды Навального, то это не больше, чем детское ребячество, в котором ничего серьезного нет. В основном фактаж нулевой, все очень упрощено. Наталья Сергунина. Человек, заваривший весь этот беспредел, произошедший в Москве этим летом, и ответственный за него. Главный управленец столицы. Чиновница, принявшая решение не допустить ни одного независимого кандидата до выборов, санкционировавшая беспрецедентные политические репрессии на пустом месте. Мне было бы интересно посмотреть, где именно конкретно она принимала те или иные решения. Наверное, у них есть какой-то особый документ, где это подтверждается. Но они, конечно, нам его не покажут, но мы просто поверим на слово. Мы же доверяем, правильно, и мы же электорат. Но не менее важно, Сергунина больше, чем месяц после нашего первого расследования про нее и ее миллиарды, так и не нашла времени ответить на наши обвинения. Что ж, это свинский, но тоже подход. Но мы с этим мириться не собираемся, поэтому... Поэтому мы расскажем о том, как... Мое личное мнение, что со своим подходом в роликах никто не захочет им отвечать. Даже человек, который бы хотел им ответить, действительно, хотел бы ответить на какие-то их обвинения, если бы они их нормально преподносили, возможно, бы им ответил. Но они изначально делают все, чтобы им не отвечали. Они изначально на человека клевету какую-то вранье вешают, говорят, что он тот такой, сякой там, и оскорбить это вообще для них не проблема. Семья Сергуниной украла еще один миллиард рублей. Это классная история, вам реально понравится. А самой Наталье Сергуниной мы хотим сказать, что отмолчаться у нее в этот раз не получится. В нашем первом расследовании фигурировал офшор брата сестры Сергуниной Канди. Через него, например, семья Сергуниных владеет 40% кинотеатра «Октябрь». И этот же офшор привел нас к новой находке. Гораздо более масштабной, чем то, о чем мы рассказывали вам ранее. Все, сейчас начнут разбирать серьезнейший фактаж. Я посмотрел вот эту вот схему. Ну, допустим, представили, что это так. Я доверяю им на слово, опять-таки я же говорю, всегда верим на слово, представили, что это так. ООО «Авиапарк». Он принадлежит кипрской компании «Косман Лимитед». И та, в свою очередь, принадлежит двум офшорам. И один из них – это тот самый Сергунинский Канди. И он владеет 33% акций. Остальные 66% принадлежат другому офшору с BVI. Его владелец нам пока неизвестен. Но это собственник на сейчас. А вот раньше, до июня 2014 года, фирма «Авиапарк» контролировала департаментом городского имущества города Москвы. Давайте уже прекращать смотреть на эти скучные и бездушные скриншоты с реестра. Действительно, давайте уже перейдем к чему-то более серьезному. Потому что пока что я ничего в этом не увидел конкретного. Просто, ну, там, какие-то схемы показывают. То есть, ну, чего-то такого, чтобы сказать, что да, человек обворовал меня, пока я не услышал. И будем разбираться, что же это такое Лазар Сафониев захапал. И при чем здесь чиновница Сергунина. В 1996 году мэр Москвы Юрий Лужков затеял гигантский проект. На Хадынском поле, в месте, где располагался первый в Москве аэродром, решили развить, ну, буквально, город-сад. Вы посмотрите только на архитектурный проект. Заброшенное поле решили превратить в изысканный ландшафтный парк. На месте пустыря построить невероятной красоты музей авиации и космонавтики. Там же должна была быть школа и жилье, и выставочный центр. Строить решили по инвестиционному договору. Показывает нам архитектурный проект, проще говоря, простым языком, людям понимающим, это визуализация. Возможно, кто-то не понимает, что такое визуализация, но я постараюсь пояснить. Это как бы план, это идея человека, который он на бумаге или где-то там в компьютерной графике, здесь в данном случае в компьютерной графике, он воплотил в жизнь и предлагает, что вот так это должно выглядеть. Только выглядеть. Здесь не идет речи о том, где что должно стоять. Я больше вам скажу, что проектов было множество. Ну, то есть там, это не единственный проект, визуализация, которая была. Были еще другие визуализации, впоследствии они менялись. И последняя визуализация, она в принципе и реализовывалась. Коммерческая компания, естественно принадлежавшая жене Лужкова, должна была все это построить. Ну, а потом отдать часть построенного городу. Ну, и выполнить так называемую социальную нагрузку. То есть построить все эти общественные пространства, парки и школу. Я тут просто не могу не перебить и не отметить грустную иронию всей этой истории. Был один мэр, отдавал подряды жене. Сменился мэр, а схема не поменялась. Отдают своим, но просто другим своим. Все верно. Смотрите, что происходило дальше. Лужков ушел, а управлять Москвой назначили Собянина. Конкретно за этот проект на Ходынском поле стало отвечать Сергунина. Вот постановление правительства Москвы с поправками. В последнем пункте ответственное лицо Сергунина. А вот тут уже начинается такая тема, где они пытаются манипулировать. Документами реальными. Показывать их, подставлять так, чтобы это, грубо говоря, подтверждало их позицию. И вот это основное, что они делают. Дают чуть-чуть каких-то фактов. Ну типа, действительно, там должен был построиться, все благоустроится, был и аэропорт. Я вам сейчас наглядно покажу, о чем речь идет именно в данном моменте. Что они нам показывают и не дают прочитать? Значит, это 179-е постановление о внесении изменений в постановление правительства Москвы. Это 145-е постановление. Забегая наперед, расскажу вам, что 145-е постановление, это, собственно говоря, основное постановление, которое регламентировало всю эту застройку на Хадынском поле. Так вот, за этими изменениями в основное постановление должна была следить Сергунина. И в этом ничего удивительного нет. Она всего лишь следит только за изменениями, а не за основным постановлением. Вот, собственно говоря, само основное 145-е постановление, редакция 2015 года, самое последнее. Спускаемся вниз. И здесь написано, что за выполнением данного постановления должен следить Хуснулин. Было 4 миллиарда у города, у нас с вами, то есть, оказалось у офшора с Кипра. А 33% от этих 4 миллиардов, то есть почти полтора миллиарда, отошло лично семье заместительницы Собянина. И вот, это вот их самое классное, вот как они всегда вот это все преподносят, упрощенно максимально, на уровне математики третьего класса и типа выводов, что были деньги, у нас с вами их отдали кому-то, и вот кто-то себе это в карман положил. Все, то есть вот настолько упрощенно у них это все работает. Но самое худшее даже не это. Вот вы знаете, существует же такая распространенная точка зрения, мол, воруют и воруют, всегда воровали, зато Москва-то у нас какая красавица стала, какие классные места построили. Не в этот раз. Ничего, что вы видите на этих картинках, построено не было. Просто возмутительно ничего. Давайте посмотрим. Очень возмутительно, ничего не построили из этой картинки. На самом деле, я не знаю, это рассчитано на тех, кто в Москве не бывал. Рассчитано на тех, кто не бывал на Ходынском поле, 100%. Ну да, представим, вот представим, что я сижу, да, я пропитался этим роликом ненависть. Просто уродливая Москва. Я стою на месте музея авиации и космонавтики. Именно здесь должна была располагаться огромная башня, похожая на ракету. Здесь должны были выставлены самолеты, достижения ракетостроения, работать в музее, проходить выставки. Ну и огромные, гигантские, просто стеклянные сады и павильоны. Но где я? На заметонированной площадке, позади гигантского торгового комплекса авиапарк. Здесь есть магазины на любой вкус, но вот музея здесь нет. Ну а сейчас где? Ни за что не поверите, я на месте, где согласно инвестиционному договору должна располагаться городская школа на 550 учеников. Они ориентируются на вот эту вот визуализацию в проекте и говорят, что это должна была быть школа. Хотя тут видно, что это двухуровневая парковка. Да и вообще странно, что рядом со школой, по их мнению, нет прилегающей территории. Смотрим с вами по сторонам и видим, что никакой школы здесь нет. Где школа? Не обошлось, конечно, без уникальнейшего их юмора. У меня просто заранее возникает вопрос, вот они тупые или они притворяются тупыми? Вот здесь стоит этот клоун, рассказывает нам, что здесь должна быть школа, но тут ее нет. Давайте убедимся, что это то самое место. Да, вот у нас здание сзади стоит, спортивный комплекс, поляна, на которой сейчас дорожки строятся, нам показывает фотка 2018 года. Давайте посмотрим, что же там сейчас на самом деле по факту. По факту там стоит парковка, и на проекте это было похоже на парковку, но никоим разом не на школу. Здесь пока ничего не построено, будут видеть по всей видимости дорожки. Нас же интересует школа, да? Я не знаю, насколько нужно быть слепым, чтобы не увидеть вот такую здоровенную школу, которая тут стоит. Школа 1409, переходим на сайт. Государственное бюджетно-общеобразовательное учреждение города Москвы, школа номер 1409. То есть все-таки школа-то государственная, еще и бюджетная, удивительно, да? Если я не ошибаюсь, у этой школы здесь еще несколько филиалов, маленьких отделений. Да, вот школа-отделение, вот ее отделение, еще одно, и вот еще одно отделение. Потом также государственная школа здесь стоит 1288. И еще два отделения этой школы стоит. Вот 1409, вот еще одно из них. Вот фотография этой школы. То есть нам рассказывают, что школ там нет. Эти школы были построены еще в 2005 году. Тут должен был располагаться гостиничный жилой комплекс с, как сейчас модно говорить, общественными пространствами. Но что мы видим? Огромный жилой дом. Точно такой же располагается с другого конца авиапарка. И когда им надо, у них, когда коптеры взлетают в воздух, они нам показывают всю панораму. Я не знаю, там, готовы описывать каждую детскую площадку, которую они видят на участке. А тут что-то, знаете, у них, может батарейки сели на крудокоптере, может просто вот этот человек, человек, да, не способен своими ручонками запустить этот крудокоптер. Я не знаю, в чем проблема, куда он у них пропал. Но на все, что они были способны, это встать на фоне здания, сказать, что вот оно нам здание, а там еще где-то одно здание. И все. Если вписать в поиск гостиничный офисный центр, нам выдают два здания. Вот оно первое, лайнер, гостиничный офисный центр, так, организации, которые в нем находятся, вот апартаменты, отель, как раз таки. А вот смотрим фотки. То же самое здание, в котором нам утверждают, что всего лишь только жилые дома. И второе здание, которое находится параллельно ему, тоже гостиничный офисный комплекс. Также тут 23 организации. Фотографии. В общем, вместо города-сада теперь построен огромный и очень уродливый торговый центр. И два жилых здания по обеим его сторонам. Мне кажется, что вместо расследования мы получили огромный и уродливый ролик, который они назвали расследованием. Они нам рассказывают, что там нету сейчас парка, а только находится один уродливый торговый центр и пару жилых зданий. Все вообще там ужасно. Крысы бегают, знаете, перекати поле вот так вот. Дети там, знаете, в песке с грязью играются. Это стройка вокруг происходит. То есть, ну, по картинке это так воспринимается. Я вам сейчас покажу, что там просто некоторые вещи, что там на самом деле на сегодняшний день происходит. Хотя реально, если разбираться, то можно часами просто гулять по этому парку и рассматривать, сколько всего там интересного построено и сделано. Ну, я так чуть-чуть просто для понимания вашего. Кому интересно, можете просто даже банально перейти на карты, не знаю, в гугл и начать искать, что там есть. Там действительно есть площадка взлёдочная, на которой они снимали, рассказывали, что вот тут пустырь и должен быть музей. Там действительно она пока ещё никаким образом не застроена. Но, тем не менее, то есть планы ещё есть какие-то на постройку чего-либо там и посмотрим, в итоге может что-то там да появится. Обустройство зелёной зоны в этой части города активисты надобивались давно, было даже создано общественное движение. И при проектировании практически все пожелания местных жителей учли. И теперь эти 25 гектаров лётного поля стали зелёным центром района. Через весь парк проходит центральная аллея, она же бывшая рулёжная дорожка. Здесь даже подсветка, как на взлётно-посадочной полосе. И она же главная площадь и пешеходная зона парка. Вдруг неё обустроили кафе, пункты проката, спортивный павильон и детский клуб. Кстати, одна из детских площадок называется «Авиатор». Она сделана без самолёта Ил-18. Дети здесь будут точно на седьмом небе от счастья. Вообще, отсылок авиационному прошлому этого места довольно много. Ну, как видите, сейчас он преобразился. Изменился у нас ландшафт, он стал интереснее. Высажено более 2000 деревьев и 35 тысяч кустарников. В условиях плотной городской застройки особенно важно было сделать в парке больше природных акцентов. Именно поэтому здесь создали несколько искусственных холмов. На вершине самого высокого из них, кстати, установили панорамные качели, откуда открывается отличный вид на всю территорию, почти как из иллюминатора. Зон для спорта сразу несколько. Тут можно и в теннис сразиться, и на силовых тренажерах позаниматься, и в волейбол поиграть. Для людей в зрелом возрасте отдельная территория. А вот скейтеры и роллеры могут вообще прокачать этот парк. По просьбам горожан появился и прутон, не глубокий, метр полтора, так что тут лучше не купаться, а просто освежиться и позагорать на берегу в лётную погоду. А ещё можно пробежаться по сухому фонтану на главной аллее. Сухой, потому что здесь нет привычной чаши, и вода бьёт прямо из-под земли. Вечерами тут особенно красиво с подсветкой и музыкой, прямо как в лучших домах, точнее, в городах. Ну ладно, мы же здесь не про эстетику. Нам надо вернуться к инвестиционному контракту, про который Жора говорил вначале. Напоминаю условия. Застройщик строит свои жилые здания под продажу, но отдаёт 30% площадей городу. А ещё музей и школа тоже городу не забываем. Я вам покажу сейчас просто само постановление, на основании которого просто можно, прочитав его, и понять всё, как происходит. Вот просто тем, кому интересно разобраться на самом деле, как всё должно было произойти, вся застройка, какие компании участвовали, какие не участвовали. Рекомендую просто это постановление целиком прочитать, кому интересно, переварить его, и через вот эту переваренную информацию пересмотреть их ролик, и понять, что практически в каждом слове, где они пытаются прибегать к каким-то цифрам, к каким-то документам, они просто нагло лгут. Я вам сейчас приведу просто такой лёгкий экскурс по постановлению. Вот, собственно говоря, основной документ, который рекоментировал всю застройку. 145-е постановление, который вы можете сами остановиться, вчитать, либо в интернете найти, я здесь отметил более интересные моменты для меня. Вот здесь, допустим, показано, каким образом должна была проходить застройка, как объекты распределяли по определенным пунктам. Здесь говорится, как вот эти вот объекты значимые общественные должны быть распределены из точки зрения государства и компаний, которые вкладывали в его застройку. В 8-м пункте очень интересный пункт, кто что должен финансировать. Здесь интересно разбираться во всех этих цифрах, тонкостях, именно в фактаже вы можете разобраться. Тут тоже много интересного. И пункт 10-й здесь говорится, как именно застройка жилыми домами должна была также распределяться между государством и компанией, которая всё это застраивала. И также там дороги, парковки, как это все должно было распределиться. Собственно говоря, украли деньги у нас и ничего мы не получили. Поняли вывод, да? Я вас призываю, перепроверяйте всегда какие-то факты, особенно, которые касаются чего-то более серьезного. Думайте своей головой и именно думайте, потому что не может быть все так просто, понимаете? Вот у нас есть государство, страна, там город, и все, по их словам, вообще максимально просто. Обсуждайте вообще этот ролик в комментариях, пишите свои мысли в комментариях, буду вам рад. У меня есть желание создать Twitter-аккаунт, но в первую очередь хотел спросить бы у вас, было бы это вам интересно? То есть сидите ли вы в Twitter, читаете ли вы в Twitter, вообще есть ли мне там смысл регистрироваться, сидеть? Поэтому тоже на этот счет хотел бы услышать ваше мнение. Спасибо за просмотр, до новых встреч!